Только в Союзобувь вы найдете модные тренды обуви этой зимы. Эффектно, красиво, стильно, в полной гармонии с комфортом и удобством. Только до 15 декабря скидка на каждую пару до 500 рублей. Спешите в наши магазины, ведь настоящая холода все ближе и ближе, а нужных размеров обуви все меньше. Острова везения, аварийный мост по Досиновскому районе требует срочного ремонта. Самодельная переправа пришла в негодность для жителей нескольких деревень. Это самый быстрый способ добраться до работы, магазины и медпомощи. Сейчас путь превратился в настоящее испытание. Ой, скользко сегодня на досках. Жители деревни Антипина и Страшково каждый день рискуют жизнью. Летом они переправляются через реку на лодках, а зимой сами закупают доски и строят переправу. Воспользоваться обходным путем они просто не могут. Ближайший капитальный мост находится в 30 километрах от деревни. Автобус, который бы смог их довезти, бывает здесь один раз в неделю. Вот мы ходим в магазин за хлебом, в администрацию, на почту. Здесь у нас одна школьница, Даша, хочет школу. На работу ходим. Лед встал, поставили доски и вот ходим, все. Конечно, страшно опасно, но вид-то надо. По словам жителей, на проблемы дальних берегов они указывают давно. Раньше стройматериалы им привозили на спецтехнике. Теперь местные власти не делают этого. На проблемы островитян никто не реагирует. Возведение нового моста здесь в планы власти не входит. Отметим, подобная ситуация возникла в регионе в прошлом году. Тогда в Даровском районе во время паводка течением унесло мост. Люди больше месяца были отрезаны от большой земли. А после того, как построили самодельную переправу и обратили на себя внимание прессы, подключился следственный комитет. Мост там восстановили. Склонит ли ведомство чиновника к подряду в Подосиновском районе до половодия, пока неизвестно. Продолжение следует...